Областной центр отметил свой день рождения. Официальная часть праздника началась митингом на площади труда. Этот вечный огонь был зажжен в Гомеле в 1950 году. Мемориал создан на месте братской могилы. Сюда приносят цветы, возлагают венки. Здесь стоят в почетном карауле курсанты и учащиеся. Представители иностранных делегаций из России, Сербии, Азербайджана, Китая и Казахстана совместно с руководством Гомельского горисполкома почтили память героев, освободивших Гомель от немецко-фашистских захватчиков. Традиционно гости приехали на праздник не с пустыми руками. Подарки, поздравления и много теплых слов было адресовано Гомелю от городов-побратимов. Между Гомелем и союзными городами сотни километров, но это не мешает долгосрочному сотрудничеству и взаимной поддержке. С днем рождения, любимый город! С днем рождения, дорогие гомельчане! Хочется пожелать вам, чтобы в городе Гомеле был мир, было благосостояние в каждом доме, в каждой семье. Чтобы наш Гомель процветал, чтобы он благоустраивался, чтобы он расцветал. Ну а люди жили счастливо и вносили тот необходимый вклад в его развитие. Колонный зал дворца Румянцевых и Паскевичей на время превратился в площадку для установления тесных деловых связей. У Гомеля 36 соглашений о сотрудничестве с городами-побратимами. И в праздничный день четырьмя городами были подписаны детализации конкретных мероприятий. И сегодня мы подписали не соглашение уже, а план мероприятия о социально-экономическом развитии совместном, об обмене опытом. Это и социальные сферы, наши культурные мероприятия и, конечно, безусловно, взаимоотношения в отрасли экономики. Мне очень приятно сегодня, конечно, присутствовать на праздновании дня города Гомеля. И я хотел бы сегодня от всего сердца поздравить всех гомельчан с этим замечательным праздником. Пожелать всем успехов, благополучия, процветания городу. Конечно, самым главным фундаментом, конечно, развития являются его жители. Всем здоровья, благополучия. И мы всегда готовы подставить Гомелю плечо, так же, как и Гомель. Город впечатляет, город завораживает. Мы уже третий день находимся в Гомеле, нам очень приятно. Город порадовал своей погодой, порадовал своей красотой и чистотой. Ну и, конечно, радушием гомельчан. Точек соприкосновения с Гомелем у Сургута очень много уже на протяжении 20 лет. Сейчас как раз мы отмечали 20-летний юбилей нашего сотрудничества. На площади Ленина аншлаг. Атмосфера праздника вызывает мурашки по коже. Хорошая погода, счастливые люди и самое главное – мирное небо над головой. Это все еще раз доказывает нам, что наша сила в единстве. Торжественное открытие праздника началось с парада стилизованной техники. Первым свой потенциал продемонстрировал флагман отечественного сельскохозяйственного машиностроения – холдинг Гом Сельмаш. Эту технику можно увидеть в полях практически на всех континентах планеты. Далее о своем производстве и тружениках рассказали Гомельский химический завод. Гомельстекло, Гомельский домостроительный комбинат, Гомельстройматериалы, Каминтерн, Спартак, Мелковита и многие другие предприятия города всех отраслей. В свой день рождения Гомель получил по-настоящему нужные подарки. Среди них 23 автомобиля скорой медицинской помощи, оснащенные всем необходимым оборудованием для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи пациентам в любых условиях. Яркий, зрелищный праздничный концерт продолжает открытие. На сцене выступили творческие коллективы учреждений культуры и образования, предприятий и организаций Гомеля. Свои красивые и зажигательные номера продемонстрировали и участники 11-го международного фестиваля хореографического искусства «Сорский Карагод». Постоянным гостем Дня города стал фестиваль винограда. Специалисты и любители продемонстрировали около 400 сортов и гибридных форм винограда. Больше тысячи жителей города пришли посмотреть, оценить, а кто-то и приобрести эти солнечные ягоды. На фестивале «Гроздь и Гомеля-2024» можно было купить понравившиеся сорта, принять участие в мастер-классе. Победители определили в номинациях «Лучший вкус», «Лучшая гроздь», «Лучшая экспозиция», «Самая маленькая грозди» отдали победу в номинации «Мал золотник» да «Дорог». Народная молва говорит о том, что надо сюда идти, здесь интересно, вкусно, сладко и необычно. Многие посетители до сих пор не верят, что можно вырасти такую красивую ягоду с такими огромными гроздями весом до двух и более килограмм. Праздник развернулся и на набережной, десятки выставок, торговые и развлекательные площадки, игры и конкурсы. По реке сплавлялись драганботы и парусные регаты. МЧС дал возможность маленьким жителям города почувствовать себя спасателем и повисеть на высоте трех метров в альпинистском снаряжении. И это только малая часть развлечений. Вроде бы и не юбилей, но очень-очень много мероприятий, действительно такая насыщенная программа, много ярких локаций, интересных событий. Очень здорово. Очень замечательно, что у нас такое происходит мероприятие. Мы с сыном выбрались, каждый год выбираемся на это мероприятие. Очень интересная, разнообразная программа, можно разные локации посмотреть, как и для взрослых, так и для детей. И вкусно покушать, и что-то новое узнать. Ну и какой же день города без физической культуры? Для желающих поменьше был организован спортивный фестиваль «Сожский Олимп». А для тех, кто хотел проверить свои физические навыки, БРСМ подготовил конкурс «Самый сильный гомельчанин». Напротив медицинского университета во всей красе развернулся фестиваль еды. Шашки консервными банками, крестики-нолики, импровизированными сосисками и колбасой, штанга из сыра и многое другое. Прекрасное мероприятие. Всегда приезжали на Ледовый дворец ради этого мероприятия. Очень нравилось деткам. В этом году узнали, что оно проходит здесь и приехали сюда ради того, чтобы сыну было весело, интересно в этот праздник. Я поднял штангу. Штангу поднял. Попробовал ростовую куклу на себе. Финал праздника. На набережной у лодочника выступили участники международного фестиваля огня. А вслед за ними яркое шоу на воде показали флейбордисты из Москвы. Трюки на специальных досках с двигателем гомельчане увидели впервые. Ну а красивым завершением праздничного дня стал салют во всех районах города. Набережную заполнили смех и радость. И даже самый серьезный житель города не остался равнодушен. Анна Кусточева, Даниил Дроботов, Валерий Копанько, Сергей Желенко. Новости недели.